Шерлок Холл Шерлок Холл Салют! Вряд ли рассказ о сериале Шерлок можно было бы назвать полным, если бы я нежно не коснулся темы русской локализации. Я считаю, что перевод, а уж тем более озвучка, имеют огромное значение при восприятии произведения. В принципе, можно найти сериал в одноголосом переводе от Юрия Сербина, который... тоже не идеален. Ирен Адлер. В своей сфере известна как женщина. Не может быть! Однако, выступая альтернативным переводом, он заполняет пробелы, упущенные дубляжом. Я посмотрел сериал в двух вариантах перевода, и владея скромными познаниями в области английского, дабы понять местами непереводимые игры слов, скорее всего, смог получить что-то близкое к правде. Работа актеров дубляжа в целом неплоха, однако я считаю, что не все голоса подходят своим персонажам. Самый яркий пример — это Мариарти, который в дубляже стал слишком слащавым, манерным и лишенным глубины подачи. Подробно разбирать ошибки самого перевода в дубляже — это тема для отдельного разговора. Однако, я просто не могу обойти стороной и не сказать, что по-настоящему облажались локализаторы с переводом надписей. В оригинале это была чуть ли не главная фишка сериала, но наши ребята, вооружившись фразой «и так сойдет», выдали самую топорную локализацию, что я видел в своей жизни. Личный бог Ватсона, жизнь продолжается. Хочу рассказать вам о паре небольших дел, в которых мы участвовали, о том, что на самом деле случилось на круизном лагере. А-а-а! Либо работа проводилась в режиме «нужно сделать внезапно», либо это поручили школьнику, который зашел к маме на работу в офис и заодно стал показывать всему отделу, как накладывать надписи на видео, но не успел их научить, как скачать нормальные шрифты из интернета, потому что мама сказала, что нельзя так долго сидеть перед монитором. Я не знаю, ребят, ну правда, это несерьезно. Хоть кто-то это вообще отсматривал, прежде чем пускать в эфир. Я и так тому, что большинство зрителей вводит себя в заблуждение, считая, что дубляж им не врет. Я же теперь даже не уверен, как фамилия одного из создателей правильно пишется. Удалось, ты уверен? Третий сезон «Шерлока» заставил себя ждать всего два года и объявился лишь в 2014 году, по традиции наделав много шуму. Стоит ли говорить, насколько высоки были ожидания зрителей после того, что создатели наворотили в конце прошлого сезона? Именно тогда волна сумасшествия по сериалу коснулась даже таких дремучих людей, как я. Казалось, что все помешались на том, как же выжил «Шерлок». И ответ мы узнаем в первой же серии нового сезона. Но сперва... Итак, серия начинается и... Стоп, кто-то не знал о существовании этой мини-серии? Бывает. Тем не менее, серия начинается и мы видим, что Камбербетча в роли Шерлока больше, чем фанаты любят только создатели шоу. Я прям вижу, как вся съемочная команда слюной исходит, пока снимает Беню в плаще. В общем, нам показывают, что Шерлок путешествует по миру и тайно раскрывает преступления. Уверен, он просит их не называть имен, просит лишь сказать, что их выручил неотразимый незнакомец, столь умопомрачительный, что слово «шикарный» придумали исключительно для него. Я все провел, просчитав глубину, на которую шоколадная крошка проникла в рожок мороженого жертвы. Тем временем мы узнаем, что Андерсон Аброс Волосней стал похож на Дэвида Духовный, хотя тот и без бороды, но я не знаю, как это работает. И ходит, рассказывает всем, что это заговор и Шерлок жив. Лестрейд, меня уже два года, никто не унижал, я так больше не могу. А чем я могу тебе помочь? Оскорби меня. Ну, ты воняешь. Нет, это все говорят, а ты оскорби, как Шерлок, смачный, с ощущением, что только что произвел взрыв, и уходишь, не глядя на него. Господи, да просто зайди в интернет и напиши, что тебе понравились новые «Звездные войны». Затем Лестрейд приносит Ватсону вещи Шерлока, чтобы тот перебрал их, прежде чем выбрасывать. Среди них оказывается исходная запись видеопоздравления для Ватсона от Шерлока. И после просмотра забавного отрывка видео в приступе очередной отсылочки серия заканчивается. И мне правда сложно с уверенностью сказать, зачем это было снято. Ученые всего мира по сей день проводят исследования и изучают этот вопрос. Когда-нибудь мы узнаем правду. Здравствуйте, я профессор Нечоси. Я помогу вам разобраться с подтекстами и понять, что написано между строк. Не стоит недооценивать значимость этой серии. Обратите внимание на показанные события. Вот тут Шерлок обнаруживает девушку, вот тут он раскрывает дело по мороженому, а вот тут он участвует в голосовании суда присяжных. Это говорит о том, что Шерлок нашел себе девушку, угостил ее мороженым и теперь она с ним судится. Это очевидно. Помяните мое слово, его посадят. Эй, ты, между строкер, мы тебя позовем, когда у нас закончатся запасы чуши. Ладно, хватит отвлекаться, приступим к настоящему началу сезона. Итак, серия начинается и нам показывают... Нет, о том, как Шерлок выжил, мы поговорим чуть позже. А пока мы узнаем, что прошло два года. За это время имя Шерлока было очищено, и он стал героем. Герой, которого мы не заслуживали, но который был нужен нам. Вдоволь насладившись тем, как его брата избивают, но на том чудесным образом не остается синяков, Майкрофт говорит Шерлоку, что тому время вернуться в Лондон. Это же очевидно. На Шерлоке остаются побои только после удара в Батсона. Видимо, авторы хотят этим сказать, что лишь Джон способен причинить ему боль. Пшел вон, я тебе сказал! В общем, выясняется, что Шерлок эти два года уничтожал преступную сеть Мариарти, поэтому и скрывал, что он жив. И знаете что? Я ему не верю. В первом сезоне Шерлок узнал о Мариарти, и что он сделал... Да ничего, он сидел и ждал, пока Мариарти его сам найдет. Во втором сезоне они разошлись, и что сделал мистер «Мне скучно хочу» дело? Опять ничего. Схвачу тебя... Позднее. Ни за что! Он не искал его, не пытался на него выйти, он просто ныл и мешкал, покуда Мариарти лично не приперся к нему в дом. И даже тогда, пока Мариарти не обратил ситуацию против Шерлока, тот и не думал шевелиться. Поэтому нет, я не верю, что Шерлок пытался уничтожить преступную сеть. Этим скорее Майкрофт занимался, пока Шерри целовался со своим отражением в ванной. Тебе пришлось с порядком повозиться. Я просто невероятен. Круче, чем Чак Норрис? Даже круче, чем Ван Дам. Эй, но ведь подручная Майкрофта антенна... Антэ, она больше не похожа на Каменских? Ты постарела или что? Ты ведь теперь ни капли на нее не походишь. А как же мой запас шуток на этот счет? Выкидывать что ли? Все мы стареем. Люди эгоисты. Только о себе и думают. Нет. От них мы избавимся. Они его старят. С ним я тоже буду казаться старше, чем я есть. Эээ, по-моему, вот тут мистер Я не интересуюсь женщинами перегибает палку. В плане это, разумеется, забавно, что он говорит о Джоне как о своей собственности, но это скорее походит на то, как девушки говорят о своем парне. Блин, это опять двузначно прозвучало. В общем, я думаю, это можно считать за еще один гей-намек. Что ты удивляешься? Два года прошло. У него давно своя жизнь. Какая жизнь? Меня же не было. Мертвые оживают, живые как мертвые. Тем временем, Ватсон приходит в гости к миссис Хадсон. А оказывается, что он не навещал ее после смерти Шерлока. Интересно, почему он решил навестить ее именно сейчас? Но как же сердечко Ватсона чувствует, что они с Шерлоком вот-вот воссоединятся. Эй, не надо нагнетать, тут и без тебя этого барахла хватает. Ладно. Вот вам небольшой урок мотивации. Когда ваш друг умирает, вам больше не за кем бегать и приходится идти на работу. Правда, уверен, перед этим Ватсон пытался жить еще у кого-то на шее. Я мало с кем мог ужиться. От первой и третьей сбежал в больницу. Вторая вполне ничего так. Кудряшкой в пальтишке была четвертой. Но пятая моя так моя. Ее я словно знаю давно. И буду лишь ее охранять верной псиной. Из диалога с миссис Хадсон мы узнаем следующее. И она не сдавала эту комнату никому после Шерлока. Тогда вопрос. Откуда она брала деньги? Видимо, она все-таки сделала ремонт в той комнате снизу. Да, сериал предрасположен куда большим переменам, чем я предполагал. Я решил двигаться вперед. Вы эмигрируете? Нет. Эволюционируете? Нет. Трансфигурируете? Нет. А, гоммируете. Вы слышите меня? Я вообще не гей. В общем, Ватсон сообщает, что он собирается сделать своей девушке предложение. И именно в этот вечер мистер самовлюбленность намеревается сообщить Джону о своем возвращении в мир живых. Правда, до вечера еще куча времени, так что он стоит и пафосно позирует на крыше, чтобы хоть чем-то себя занять. Эй, мужик, что ты там делаешь? Как ты вообще туда залез? Два года назад оттуда кто-то насмерть разбился, там все перекрыто! Итак, дело было вечером Бенедикта Камбербетчела. Пользуясь услугами монтажера, что любезно помогает подсказками, Шерри делает невозможные выводы и всячески клоун одничает перед Джоном, не забывая отдать честь Канону. И все это под музыку из... Если бы ко мне Шерлок приближался под эту музыку, я бы вызвал ментов. Как тебе идет такой грим? Мне кажется, или переодевание в официанта это отсылка к странным шагам Честертона? Кот красный, кот красный, к нам в ресторан ворвался какой-то мужик, чтоб крадывает посетителей. О, а теперь он притворился одним из официантов. Как он выглядит? Шикарно. Встреча с тобой самая лучшая из того, что со мной произошло за это время. Согласна. Что? Я лучшая из того, что с тобой произошло. Мне кажется, Ватсон нашел себе идеальную подружку. Она, как и наш мистер Пафосная Стерва, самоуверенная в ее подаче есть нотки уколов в сторону Джона. Может, в армии он настолько привык к дедовщине, что теперь любит подобное? К слову, опять же, лично мне непонятно, почему он расстался с той подругой из первого сезона. Видимо, у нее недостаточная стрессоустойчивость, чтобы быть с Джоном. О, боже, у Шерлока бомбит. Я к нему. Вот кот, пошел без меня из окон летать. Все, собираю шмотки и больше вы меня в этом сериале не увидите. Как бы там ни было, мистеру навязчивость все же удается снять на себя внимание. Интересная штука фраг. Не лишая индивидуальности друзей, он обезвлечивает официантов. У моего брата мозг ученого или истинного философа, но он предпочел стать детективом. Я думал, что ты мертв. Ты так и будешь с ними ходить? Вот это по-нашему. У кого-то драка только на свадьбе, а у Джона уже на помолвке. На самом деле, надо признать, что в данном случае в сериале куда более правдоподобная реакция Ватсона, нежели была в книге. Все же в оригинале он довольно легко принял воскрешение своего товарища, и они почти сразу побежали распутывать новые преступления, словно ничего и не было. Тут же нам решили посвятить полтора часа тому, как Джон будет прощать Шерлока. Это более человечно, наверное. Как странно. Я ведь извинился. Что ему еще? Похоже, вы ничего не смыслите в человеческой натуре. В натуре? В натуре нет. Знаете, я нахожу сомнительную социальную неадаптированность, мистер, и я буду ржать тебе в лицо. В плане, по идее, для того, чтобы прогнозировать поведение преступника и выяснять мотивы, он должен разбираться в психологии людей. Я понимаю очень мало. Меньше всего самых близких мне людей. Затем мистер Международная Загадка раскрывает всем факт того, что он жив. Эта трянь вас погубит. Ну ты паршивец. Серьезно дубляж? Серьезно? Паршивец? А почему не «от паразит» или не «упроказник» или еще лучше «ах ты клизма в ботинках»? Боже, полгода я целовалась со щеткой, а потом является его милость и... Я бреюсь не ради Шерлока Холмса. Твой новый слоган. Итак, сериал продолжает отпускать шутки в сторону того, что у Конан Дойля были усы, а тем временем Ватсон дуется на Шерлока, пока тот участвует в увлекательнейшем диалоге с братом. Детство вспомнилось. Не умничай, Шерлок. Здесь умный я. Да, я всегда был умнее. Я считал себя идиотом. Мы оба считали тебя идиотом. Сравнивать было не с кем, пока родители не отдали нас в школу. У меня не заниженная самооценка, это ошибка. Ну да. У меня низкая оценка всех остальных. Нет, правда, захлёстки и диалоги, этот сериал порой хочется боготворить. Но вот дальше серия постепенно начинает бесить. Нам начинают показывать врачебную практику Ватсона с самой худшей её стороны. Просто, чтобы прерывать остроумные отсылочки, гэгами, уровням и отчаялись, воруем шутки из Остина Пауэрса. Любовные мейлы были от отчима. Что? Прекратив, разбил ей сердце. Она разуверилась в себе, сидит дома. Он живёт на её зарплату. Мистер Уинди Бэнк, вы поступили как настоящий... Моча-сборник. Мофат, у нас Ватсон врачевать стал. Нам нужны медицинские шутки. Извини, но после восьми сезонов Доктора Хаоса мировой запас шуток про медиков исчерпан. Но нам нужны шутки. Господи, ну что ты всё по старинке? Заморачиваешься, прописываешь юмор. У нас же современный сериал, а значит и юмор должен быть современным. Записывай матчи, а? Блин, ты такой смешной. Задница. Ой, я сейчас собру со смеха. И кстати, для всех, кто не понял глубокого смысла данного кадра. Мана-мана. Короче, мы совсем сбиты с толку. Не сомневаюсь. Что ж, мистер «Я без понятия, как провёл два года без Ватсона» берёт с собой на расследование Молли, которая до сих пор меня поражает тем, насколько у неё гибкий график работы. Сначала они тратят наше и своё время на скелет, закрытые в комнате, что оказался фальсификацией от фан-клуба Шерлока, а затем натыкаются на более интересную загадку. Он сел в последний вагон на станции Вестминстер, единственный пассажир. А на станции Сент-Джеймс-Парк вагон пуст. Кстати, а вы знали, что лондончане жаловались на этот эпизод, мол, тут сериал напрочь запутался в ветках метро, и персонажи несут какую-то околесицу? Да к тому же сюжетный ход немного притянут за уши. Мне кажется, что пересчитать вагоны – это первое, что пришло бы в голову работнику, что заметил несостыковочку. Тем более, уж он-то должен был отличить локомотив от вагона, разве нет? Мы говорим «кара, не вагон». Слово ввели американцы, когда помогали строить метро. Он крутой специалист. Кстати, насчёт визуала. Просто посмотрите внимательнее на эти кадры. Вот тут, например, Шерлока снимали, посвятив на него проектором, а вот тут они на монтаже пустили изображение поезда по потолку. Половина украшений сделана на монтаже, а половина – за счёт операторской работы. И самое интересное, что в сериале довольно простые в исполнении трюки, но это ж кому-то пришло в голову. То есть кто-то из команды предложил так сделать, и они снимали отдельные кадры для стилёвых перебивок. Ставлю им лайк. Как бы там ни было, Ватсон всё же надумал зайти в гости, поскольку ему, как и Шерлоку, аж зудит пообщаться. Но прежде чем он добрался до заветной двери, беднягу похищают и накачивают какой-то гадостью так, что он вздраво. Я бы сказал, вообще в бревно становится. После чего закономерно его пытаются сжечь. Мэри прибегает к Шерлоку в панике, показывая сообщение с загадкой. Из загадки они выясняют, что из Ватсона получился бы отличный Гай. Что ж, тут нужна минутка истории. В 1605 году Гай Фокс пытался взорвать здание Вестминстерского дворца во время речи короля Якова Первого. А заговоре стало известно, и Гая Фокса казнили. В Великобритании есть определённая традиция. В ночь Гая Фокса люди ежегодно запускают фейерверки и сжигают чучело заговорщикам. Блин, с этим сериалом я скоро ходячей энциклопедией стану. Ходячей энциклопедии. Почему до сих пор никто не снял такое кино? Вы на машине? Да. Нет, медленно, слишком медленно. Вот это. На помощь. Очень странно, что лишь один ребёнок из толпы слышит кряхтение парализованного Джона. Но как же ты не понимаешь, авторы хотели этим показать, насколько глухие и слепо бывают взрослые, и как важно прислушиваться к словам ребёнка. Окей, у нас тут почти экшончик. Шерри и Мэри верхом на мотоцикле спешат на помощь. Монтажёр на этом моменте негодует. Судя по всему, композитор написал музончик не в том темпе, и теперь, чтобы попадать в сильную долю, приходится постоянно замедлять и ускорять кадр. Помогите! А вот то, что немного не продумано, так это то, что именно Шерлок бежит доставать Ватсона из-за подни. Я к тому, что Мэри, по идее, влюблена в Джона, плюс, как мы выясним позже, она супер-пуперно тренированный агент. Так почему она позволяет Шерлоку, человеку ума, а не мускул, доверить ответственный момент спасения любимого человека? Вдруг он оплошает? Мне кажется, она должна была обогнать его и первой достать жениха из костра. Ну, это же совсем очевидно. Авторы хотят этим показать, что гейская любовь куда сильнее на... Так а ну пошёл вон, у нас тут и без тебя с гей-намёками перебор, ещё в подтексте их искать. В общем, Мэри не хочет себя выдать, она уверена, что создатели любят Беню сильнее, чем её, так что всё ок. Мы же переключаемся на сцену с родителями Камбербетча, а в смысле, родителями Шерлока. Блин, они взяли на роль жены Ватсона, жену Мартина Фримана, а теперь на роль родителей Шерлока, родителей Камбербетча. Это потешно, правда, но связанную с ними шутку я уже видел в «Докторе Хаусе». Это твои родители? Да. Ну, в смысле, они такие, ну, обычные? Вы с мамой в порядке? Я не знаю. Я скажу тебе вечером. Холмс и Ватсон вновь вместе расследуют дело и всё-таки догадываются, что вагон просто отцепили между станциями. Моран не испарился. Он остался в вагоне под землёй. Машинист куда-то отвёл состав и отцепил последний вагон. Моран. Лорд Моран. Почему Моран? Чтоб было созвучнее с тираном или бараном? А это наш доблестный рыцарь, сэр Баран. Итак, в ходе расследования по скайпу мы выясняем, что преступники придумали взорвать бомбу под зданием парламента, как раз, когда там будет проводиться голосование по антитеррористическому проекту. Стоп, но разве этот сюжет не был без тыжи позаимствован из Шерлока Холмса Гая Ричи? А, фу, отпустило. Просто когда вы перестаёте показывать на экране, насколько роскошно у вас камбербетч, я начинаю задумываться о сюжете. Друзья спускаются под землю и Ватсон предлагает вызвать полицию, ведь если они наткнутся на кучу бандитов, они не смогут их отпинать. А в случае, если они найдут бомбу, они не смогут её обезвредить. Но Шерлок говорит, да давай, и это срабатывает. Тут что-то не ясно. Тебе неужели? Он обязан здесь быть. Воу, Шерлок, что это было? Отличный кадр для трейлера. Но ничего ведь не взорвалось. Я знаю, знаю. Они выясняют, что пустой вагон это и есть бомба, механизм которой уже работает. Поняв, что спастись им не удастся, они извиняются друг перед другом, и Ватсон под набором чувств прощает Шерлока, ибо думает, что сейчас умрёт. Но потом выясняется, что бомба выключается кнопкой на корпусе. И это лучший момент за весь эпизод. Ну ты... Ты бы себя видишь. Скотина. Поршивец. Ты знал, как её обезвредить? Тут есть выключатель. У террористов были бы проблемы, не будь там выключателя. Два, мешок. Один. У тебя получилось. Так за каким чёртом ты устроил... Не всё было ложью. Я совершенно не представляю, как выключить эти дурацкие лампочки. И что я опять не так сказал? Что ж, Маран пойман, сеть Мориарти вроде полностью накрыта, и все празднуют возвращение Шерлока. Хэппи-энд. Всем привет. Привет, Молли. Это Том. Шампанского? А, о, 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 ёшки-матрёшки, вы поняли? Её парень похож на Шерлока, что отсылает к фразе про то, что социопат и её тип, что отсылает к диалогу с Майкрофом про его одиночество. Воу, какая глубокая шутёха, я же офигел. Ну и напоследок Шерлок рассказывает, как же на самом деле у него получилось выжить в прошлой серии. Давайте поставим точку в этом вопросе и разберёмся раз и навсегда, как же выжил Шерлок. Я видел 13 возможных сценариев развития, когда мы с Мариарти окажемся на крыше. Нужно было выбрать реальный способ избежать смерти. Для начала обратимся к контексту создания сериала. Марк Гейтис и Стивен Мофф, отзаручившись поддержкой иллюзиониста, придумали, как мог спастись Шерлок и сняли кадры с разгадкой тогда же, когда и само падение. Затем произошёл показ эпизода, и зрители стали бурно обсуждать варианты решения задачи. Полились тысячи теорий и вопросов, в ответ на которые сценаристы лишь загадочно улыбались и искренне наслаждались реакцией аудитории. Они заявили, что всё необходимое для решения задачи они показали в эпизоде, и что они читали предложенные теории. А теории были одна невероятнее другой. Физики высчитывали траекторию падения и утверждали, что если правильно сгруппироваться, можно выжить. Система японской борьбы. Знаешь, для гения ты бываешь на удивление туп. Что? Кто-то уверял, что раз всю эту историю Ватсон рассказывает психотерапевту, то это лишь субъективный взгляд на события. Была теория и о близнецах. Вы о клонировании? Да, конечно. А ведь кудали, помните? И людей клонируют? Почему нет? Что Шерлок перед падением переселил свой разум в тело брата-близнеца, которое выглядит точно так же, такого же возраста и так удобно находится всю жизнь в коме. Стоп, это другой фильм. Теории о том, что падал манекен, о том, что это Мари Арти, на которого натянули маску Шерлока, в общем, от некоторых идей хотелось откреститься, тогда как другие вызывали неподдельный интерес. Ты совсем спятила. А что тут такого? Не вижу, чем моя версия хуже твоих. Например, лично мне понравилась теория о том, что это Тардис. Идите нафиг, мне нравится. Есть теории, что Шерлок стоял совсем в другом месте, что разговор был записан заранее. Хотя, чего мы паримся, давайте просто послушаем, что на этот счет говорит сам Камбербетч. Я расскажу вам, как Шерлок выжил. Итак, вот край здания, вот Шерлок, вот что происходит. Поймал. Старая стена. И это большая штука, вертолет. Чашку чая, дорогая? Вот, по большому счету, как это происходило. Ясно. Итак, давайте выясним, что же было на самом деле. Соберем фактовое едино. Что нам известно точно. Фокус бы не получился, если бы Ватсон видел приземление. Поэтому он должен был стоять так, дабы одноэтажное здание перекрывало ему обзор. С крыши падал точно Шерлок, и он точно падал живым. Нам не зря сделали такой большой акцент на этом мячике. Шерлок действительно скрыл с помощью него пульс. Если бы это был заранее подготовленный труп, Ватсон бы догадался так, как тело остыло. Велосипедист сбил Джона не случайно. У него вот тут даже мелом расчерчена траектория. Ну и то, что спасение Шерлока явно не связано ни с чем сверхъестественным, потому что Супернатурал это точно не про этот сериал. Так что же произошло? Вы готовы открыть завесу тайны? Готовы узнать правду? Давайте просто посмотрим оригинальные раскадровки. Так, он падает в грузовик с мешками, Молли выкидывает труп, Джона сбивает велосипедиста. В этот момент Шерлок меняется с трупом местами, при помощи мячика прячет пульс. Ну и хрень. Фанаты отвергли эту теорию первой, потому что при всем желании Шерлок не долетел бы до грузовика. Без разбега никак. Сценарий заключался в падении в припаркованный больничный грузовик с мешками с бельем. Трудновато, угол слишком большой. Судя по всему, именно прыжок в грузовике был изначальным планом создателей. Они правда не придумали ничего лучше. Но когда посыпался шквал фанатских рассуждений, они поняли, что облажались по-крупному. Взявшись играть в эту игру, сценаристы не учли одного, что по всему миру найдутся люди, готовые предложить что-то интереснее, а значит, последует разочарование. Это было что-то необычайное. Зрители придумывали свои версии, делали семиминутные презентации, мне даже предлагали деньги. Сценаристы улыбались на публике и потешались над поднятой шумихой, а сами втайне рвали на себе волосы и не знали, как выкрутиться. В итоге поступили в своем стиле. Они посвятили кучу времени в новом эпизоде, дабы высмеять столь бурную реакцию, и назвали свое сообщество Андерсонами, то есть дурачками. Если бы все это было правдой, я бы узнал об этом последним. И фанаты взбесились. Два года, ломая голову над задачей, они хотели, чтобы им открыли секрет, а в итоге им говорят нечто вроде «Как ты спрыгнул с крыши и выжил?» «Я известен своей живучестью». «Нет, серьезно». «Ты не можешь умереть, Маклауд». И ведь вариант с воздушной подушкой мало кого устроил, как минимум потому, что она надувается со звуком взлетающие ракеты. Создатели попытались донести мысль, мол, не будьте Андерсонами, все гораздо проще и прозаичнее. Вот послушайте этот фрагмент и только попробуйте сказать, что это не звучит как диалог сценариста со зрителем. «Согласитесь красиво?» «Хм, что?» «Были идеи и лучше». «Неужели?» «Я ждал большего». «Кругом одни критики». Так что сценаристы решили не говорить вообще ничего. Умно ли это – решать вам. Вон ребята анонсировали третью часть Холмса Гайя Ричи. Посмотрим, как они там будут оправдывать свое безобразие. С другой стороны, немного непонятная ситуация с воздушной подушкой, ведь если вы уже поняли, что облажались, то в чем была проблема взять самую интересную и проработанную идею, предложенную фанатами, и реализовать ее под шумок, словно вы изначально так и планировали. Или вы решили, что самая проработанная идея именно эта? Оу. Минутка, чисто отсылочек. «Здесь не хватает теории». Разгадка зашифрована в четырех показанных вариантах, что предлагает серия, и раз Шерлок говорит правду насчет мячика. «Мяч для сквоша под мышкой. Если посильнее надавить, он ненадолго остановит пульс». Но врет насчет истинной причины страха ребенка. «Вы решили, что она так себя вела, потому что похитителем был я. Я понял, что Мариарти подыскал похожего на меня человека, чтобы посеять подозрения». То и теории стоит воспринимать так. В каждой из них есть часть истины, и нужно правильно собрать пазл. Угу. На этом эпизод заканчивается. Он вызвал у зрителей как и восторг возвращением любимых персонажей, так и разочарование, ведь зрителям не дали обещанного. Как по мне, эпизод абсолютно проходной, и его вытягивает только остроумная развязка с бомбой. Посмотрим же, что будет дальше. Итак, серия начинается с пафосного Лестрейда. Пафосного, пафосного Лестрейда. «Алчность толкнет на новое дело, и тогда уж мы накроем их». «Алчность толкнет, и где ты таких слов понахватался? Ты что, решил, что в фильм Нолана попал?» «Не взяли?» «Им всегда про нас известно. Откуда они все узнают?» А, знаю, это Ватсон обо всех пишет в свой блог, а потом все ходят и удивляются, почему весь мир знает каждый их разговор. «Ну ты паршивец». Что ж, как мы видим, Лестрейд целый год отчаянно гоняется за ловкими бандитами, которые не менее отчаянно косплеят банду Джокера из «Темного рыцаря». Но в решающий момент, когда инспектор уже практически схватил преступников, Лестрейду смсит «Мистер, я никогда не пишу в смске, в чем дело, дабы тот примчал на всех парах к нему, и получилась вполне предсказуемая шутеха. «Что такое?» «Это тяжко». «Как написать незабываемую речь Шафера?» «Что?» Итак, мы выясняем, что Шерри доверили быть Шафером на свадьбе Джона и Мэри. Ответственный детектив, вероятно, озаботился, чтобы выяснить, кто запихал в костер его лучшего друга в прошлой серии, но Мистер, я занят более важными делами, не волнует, что в этот раз похищение невесты может выйти из-под контроля. Действительно, зачем напрягаться? Прошлый опыт показал, что даже Мариарти может не выдержать и прийти сам сдаться полиции. Кстати, насчёт свадьбы. Они использовали технологию Bullet Time из Матрицы, чтобы сделать свадебную фотосессию. Вы понимаете уровень выпендрёжа? Я уверен, что оператор, как и любой другой оператор на нашей бренной земле, оттачивал свои навыки, снимая свадьбы и корпоративы. Но когда он добрался до кино, он наконец-то выдохнул, мол, больше никаких свадеб, ура! И тут по сценарию опять свадьба! Не знаю, может это только у меня так было, но мне кажется, он тоже психанул и закричал «Дайте мне сделать хоть какой-нибудь сложный фокус, иначе я сойду с ума от банальности! Я могу себе позволить снимать стильные перебивки, что не несут смысловой нагрузки, так почему бы не снять бросание букета в Bullet Time?» Уверена, они планировали снять, как Шерлок уворачивается от букета, подобно Нео. Начинается свадьба, и я поражён тому, сколько у Джона знакомых. То мы видели, что у него, дай бог, чтобы один приятель с учёбой был, а теперь вон сколько народу, о которых мы ничего не знаем. Это что, всё коллеги с новой работы? У них там полная горница врачей, что ли? «Мэри, твоя половина в церкви пустовата». «Псирата, родственников нет, одни только друзья». То есть, если это всё знакомые Ватсона, тогда вопрос, где его друг из университета? «Жаль, что не могу быть с вами в этот прекрасный день. Удачи и всего лучшего, Майк Стамфорд». «А, Майк». А, ладно, понял. Но где его родители? Где его сестра с, прости господи, её женой? Но зато у нас тут есть совершенно непонятная подруженция, что ищет на свадьбе жениха и повод для пошлых шуточек. «Поздравляю, дорогая. Выглядишь превосходно». «Дэвид, это Шерлок». «Мы знакомы». «Сначала поговорим о Мэри. У вас с ней два года был роман». «Тысячу лет прошло, теперь мы друзья и только». «Проверим». То есть, Шерлок допрашивал гостей свадьбы? Учитывая, что про некоторых он ничего не знает, он как-то выборочно это делал? То есть, если он допрашивал тех, кто, по его мнению, был подозрительным, то очень странно, что безобидный ребёнок достоин большего внимания, чем спятивший военный? «Если уж они такие друзья, почему Джон почти не говорил про него?» «Мне он всё время говорил, не умалкая». И как так вышло, что он общался один на один с замкнутым в себе пацаном? Что он сказал его матери, что мистер высокоактивный социопат Шафер хочет пообщаться с её сыном? У меня столько вопросов. «Вы показывали ему фотографии?» «Да, в качестве бонуса». «Обезглавлено». «Чудная деревушка». Неужели ты не видишь подтекста? Шерлок помогает найти пару подружки-невесты, которую зовут Джанин, что созвучно с именем Джон. Шерлок оберегается из Джона и Мэри. Создатели хотят этим сказать, что Шерлок, он как Купидон. Только Купидон с автоматом, что расстреляет к чертям всех, кто попробует нарушить семейную идиллию. Ладно, по крайней мере, Шерлок пытался позвать на свадьбу Майкрофта, но тот отнекивается, мол, он, конечно, сценарист, но в оригинальных рассказах его персонаж мелькал всего пару раз, так что не стоит злоупотреблять количеством времени на экране. «Кстати, Шерлок, ты помнишь Медную Бороду?» «Медная Борода?» «Что за Медная Борода?» «Это какая-то отсылка, которую я не понимаю?» «Ты помнишь Решебородова?» «А, это вы так перевели Редберт, этого пропса Шерлока, ясно». «Привет, Редберт, иди сюда, ко мне». «Ты помнишь Медную Бороду?» «Сократ персональной версии 1.0. Дешевле, чем платить адекватному переводчику». «Увы, Джон, я вас не поздравляю. Все эмоции, и в частности, любовь, противоположны рассудку, которой я ставлю превыше всего. Свадьба, по моему личному мнению, не что иное, как прославление лжи и лицемерия, и бессмысленных сантиментов в этом больном аморальном мире». Иными словами, я хочу сказать, как здорово, что все мы здесь сегодня поедим. Кстати, пока искал фотки со съемок, случайно наткнулся на вот эти фотки с какой-то гулянки. Что-то мне подсказывает, что серия основана на реальных событиях. «Мэри, много любви, пупсик. Немеренной любви и дотучи хороших пожеланий от Кэма». Что ж, мистер Шафер закатывает длиннющую речь, периодически срываясь на унижения, грубости и даже флэшбеки. «Сбрекнись, Жон!» Ой, погодите, это же отсылочка. И это отсылочка. А это что, отсылочка к Тарантино? «Исчезнувший клиент». А это вообще проще простого, это вот этот парень. «This is my bedtime routine». «Стоп, что? Слон, слон, что, что, слон, слон, что, что, слон?» «Погодите». «Не-е-е, это не может быть отсылка к братьям-пилотам». «Эй, междустрокер, что это?» «Да, это отсылка к братьям-пилотам, да». «Ты ведь в курсе, что из ноток сарказма в твоём голосе можно сложить как минимум две песни Элтона Джона?» «Я серьёзно, что это?» «А ты не хочешь этого знать, поверь мне». «Ладно». Разбивая серию на некоторое подобие новелл, что зачастую свойственно рождественским спецвыпускам, повествование переключается на подготовку к свадьбе. «Перенюхал 18 разных духов, перепробовал 9 кусков разных тортов на вкус одинаковых, и я решил, что подружки невесты будут фиолет...» «В сиреневом». «В сиреневом». «Обручальное кольцо...» Джон и Шерлок оба переживают из-за данного мероприятия, потому что кажется, что более всё не будет как прежде, и их приключениям пришёл конец. Дабы отвлечься, Мэри отправляет друзей на дело, и оно заключается... Дин? Дин Томас? Да, это же старина Дин! Боже мой, родные лица! Кто-то наблюдает за мной. Он фотографирует меня каждый день. Дин Томас жалуется, что после Хогвартса ему пришлось работать гвардейцем, и ему кажется, мол, за ним кто-то следит. Кто ж знал, что после школы Дин приобретёт паранойю и станет как шизоглаз хмуре? Кто-кто? Грозный глаз грюм. Минутка, чисто отсылочек. Северс, что ты знаешь о плохих шутках? За годы преподавательской работы уверен всё. Главным образом от вас и пивза. Северус, кажется, ты начал догадываться. Но профессор... Думаешь, их этому обучают? Чему? Преодолевать искушение почесать себе нос. Афферентные нейроны – часть периферической нервной системы. Я про зуд. Да, Шерлок, я тоже могу быть крут, когда посмотрю Дискавери перед сном. Затем Шерлок применяет мультяшную логику и, надев гвардейскую шапку, резко сливается с толпой. Такое чувство, что там консьержка у них сидит и думает, ну вот этот в шапке вроде похож, да, а этот вроде свой. Буду показывать этот момент всем, кто мне пытается доказать, что сериал взрослый, серьёзный, вообще умный. У Ватсона же с маскировкой всё не так хорошо, так что его ловят и вычитывают за то, что он был военным, а теперь не военный. Ужас, посмотри на себя, прошёл через Афганистан, людей на поле боя латал, а теперь... Блогер. Тем временем Дин Томас в душе оказывается смертельно ранен и, естественно, все подозрения падают на лазутчиков. Дайте мне взглянуть, сэр, я врач. Что? Что? Врач? Так ты ещё и врач? Ненавижу врачей, я как-то намочил манту и с тех пор не видел мать. Но вы ведь в курсе, что это никак не связано? Лекарь... Шерлок? А он ещё дышит? Боже мой. О, боже. Ну, конечно же, Дин Томас жив, этот парень выжил в Хогварте. Гвардейец Бэйнбридж только что возвратился из караула, проведя на глазах у туристов много часов без всяких происшествий, а спустя буквально пять минут он оказался при смерти от раны в животе, а оружия вокруг не было. Кто-нибудь хочет угадать? Я думаю, это была душегубка. Кто? Ну, это... Мэмра... Мочал кого? А, душевая губка. Да, точно, его сгубила душегубка. Ты тупой, такой тупой. Прости, дружище, ты очень тупой. Более совершенную загадку запертой комнаты я прежде не встречал. Я призван не только хвалить Джона, но также и смущать его. Так что двигаемся дальше. Нет, постой, ответ скажи. Какой ответ? Ребуса? У меня его нет. Я это убийство не раскрыл. Офигенную ты историю рассказал. Извини, но мы не хотим на свадьбе думать о раненом Дине Томасе в душе. Расскажи лучше другую историю, где вы с Джоном устроили мальчишник и решили насладиться прелестями алкогольного отравления. Мы хотим выпить на каждую улицу. Улица, где находили труп. Очаровательно. Мне кажется, я уже где-то видел похожую концепцию. Ах, да, годом ранее вышел фильм Эдгара Райта, и там тоже был Мартин Фриман. Походу, понятие британская коммуналка куда обширнее, чем я думал. Но все равно у меня кое-что не сходится. Вам не кажется подозрительным, Шерлок, который предлагает прибухнуть? Прибухнуть не ради раскрытия очередного Ребуса, а просто так. Это совсем на него не похоже. Я важная персона. Для кое-кого. Люди расположены ко мне. Не особо, а ты довольно плохо с ними сходишься. Я правящий король Англии? Не могу не признать, что с точки зрения юмора серия уморительная. Как комедия, сериал действительно представляет из себя золото. Но создатели всегда говорили, что Шерлок – это шоу, над которым необходимо думать. Этим мы и займемся. Итак, к пьяному Шерлоку пришла клиентка. Как вы думаете, что должен предпринять человек, обнаружив, что специалисты, к которым он обратился, лыка не вяжут? Ну, например, развернуться и прийти, когда они протрезвеют. Уточнить у той же миссис Хадсон, насколько это штатная ситуация и нормально ли то, что ей проводят консультацию в нетрезвом виде. Возможно, уточнить, когда можно подойти или помочь протрезветь, если дело их прям неотложное. Но нет. Эта деваха отвозит два пьяных тела в квартиру к мужику, у которого ее ухажер снимал жилье, дабы те блеванули ему на ковер, после чего их отправили в тюрягу. И вообще, ну мы же приличные люди, но вот что это такое? Нарушайте чистоту этого... Ну вот, теперь это не прогулки по графству Блеванье, а прекрасные звуки музыки. А если серьезно, я не понимаю, какого черта тут происходит? Такое чувство, что даже монтажер с оператором уже взюзю. Ты посмотри на себя, а тебя алкоголем за милю несет! Потому что я пил, дура! Да в этой сцене столько же смысла, сколько в «Железном человеке 2», когда все обиделись на Тоню и сказали ему, «Как ты посмел! Мы в тебя верили, а ты устроил вечеринку и напился в свой день рождения!» Позор, позор! А теперь мы украдем у тебя твои изобретения, отдадим их властям, а тебя отхреначим штангой, потому что мы твои лучшие друзья. Ты нам еще за это спасибо скажешь. Он был такой хороший. Всего одно свидание. Ужин. Обменялись телефонами. Он сказал, что позвонит и исчез. То есть, получается, ты встретилась с мужиком, вы сходили на свидание, после чего он тебе не перезвонил. Я понял. Ты дебилка! Ты что, прожила всю жизнь на Плутоне? Я думаю, только в пьяном состоянии Шерлок был готов слушать подобный бред. Найдем за 10 минут. Как зовут вашего пса? Да, если нужно, я здесь. Нет, знаете, если она и этот мужик, что пустил пьянь на порог по сценарию и правда имеют ограниченные умственные способности, то к эпизоду никаких претензий. Ща, как же эта штука называется-то? А, каузальная личностная атрибуция. Во. Это когда ты смотришь на кого-то и думаешь, он придурок, потому что я бы на его месте так не делал. Эта штука очень мешает смотреть и оценивать здрава вещи, если честно. Это кривая дорожка. Не рекомендую. Место преступления. Мистер, я люблю наркотики, поэтому поселился у жены наркобарона, все-таки решает, что парень, который слился после первого свидания с девушкой, это действительно что-то необычное. Так что он откуда-то натырил кучу ноутов, потому что не слышал о такой штуке, как разные браузеры. Ну или же создателям заплатили за рекламу только одного браузера с условием, что не будет рекламы конкурентов. Вот и пришлось выкручиваться. Интересно только, откуда у него столько ноутов. Инспектор Лестрид, вы знаете, наш отдел испытывает некоторые сложности. А где все компьютеры нашего отдела? Так ведь заходил Шерлок, он сказал, что вы распорядились продать их, купить несколько ноутбуков и отвезти к нему домой. Он сказал, что это ваш приказ и... вы, очевидно, о нем не знали, да? Донован, как перезагрузить калькулятор? Я не знаю! Я пытаюсь разложить косынку, но это сложно без компьютера! Шерлок! Затем мы видим, что чертоги разума Шерлока немного подросли после прошлого сезона. Теперь это уже не просто трехмерные надписи и парочка анимаций. Это уже целая комната, куда Шерлок позвал милых дам, дабы расспросить, кого там еще бросили. Как вы познакомились? Ко мне подошел в пабе. Ходим в один спортзал. Мы разговаривали в автобусе. В интернете. Итак, опросив девушек, мы выясняем, что внешности привычки нашего преступника каждый раз разные, что значит только одно. Он меняет внешность и привычки. Может быть, конечно, это просто разные мужики, что не перезвонили, но первое куда вероятнее. Почему он встречается с девушками, а потом не отвечает на их звонки? Ответ лежит на поверхности. Он мужчина. Однако, погодите, кажется, одна барышня знала второе имя Ватсона, которое тот называл при... Идевузно! Как же ты не видишь, эта сцена содержит огромное количество идей феминизма, ведь Шерлок половину серии внимательно выслушивает женщин. Он не отмахивается от них, мол, они глупышки и говорят какую-то чепуху. Ну да, а ничего, что речь Шерлока заняла всю культурную программу свадьбы. Разве мы всю серию не слушаем одного мужчину? Мне вот вообще интересно, как он это все рассказывал. А потом я побеседовал с Молли, она посвятила меня в подробности своей личной жизни. Шерлок, ну как это относится к рассказу? Затем мы с Джоном пошли употреблять алкоголь, и я спросил его, как долго он пробыл в туалете. Шерлок, мне кажется, вот это можно было упустить. А затем утром я вел переписку сразу с 20 девушками с 20 разных компьютеров. Подожди, а откуда ты взял столько компьютеров? А разве это важно? Ну, по крайней мере, это более интересная подробность, чем то, что Ватсон тебе рассказал про биологическую причину возникновения чесотки. Что ж, Шерлок понимает, что раз та девонька знала второе имя Джона и то, что у него будет свадьба, это значит, что парень-призрак знал о свадьбе. Есть у вас секрет, неизвестный никому? Нет. Вот оно. И какой же вывод можно сделать из этого всего? Все это наводит на размышления о... Убийце. Ну, конечно, и как это я сразу не сообразил, это же лежало на поверхности, что парень, который бросает девушек после первого свидания, да к тому же знает о свадьбе Джона, 100% убийца. Других вариантов и быть не может. Рассуждая о том, почему же убийство должно произойти именно на свадьбе... Кстати, а с чего ты это взял? Но, тем не менее, рассуждая, зачем кого-то убивать именно на свадьбе, мы приходим к вопросу, кто может быть убит только на свадьбе. Кто помешан на собственной безопасности? Может быть, того, кому угрожают? Ну, конечно же, командир Ватсона, который давно уже живет с затворником и не выходит в свет. Леди и джентльмены, небольшой перерыв. Совет да любовь! Где на свадьбе тамада? Где конкурсы? Где веселье? Где танцы на могиле Конан Дойля? Надо раскачать эту тухлую тусу! Шолту запирается в номере и... Стоп, они проводят свадьбу в отеле, чтобы все гости могли спокойно пойти после свадьбы к себе в номер? Блин, как продумано. Чего у нас в селе никто до этого не додумался? Так вот, Шолту запирается в номере и говорит, что раз на него покушаются, лучше он умрет от своей руки. Ну да, это будет отличный свадебный подарок. Затем Ватсон произносит мою любимую фразу, которая чуть более чем полностью описывает суть здешнего Шерлока и сериала в целом. Ты любишь не пазлы складывать и не ребусы решать, ты любишь актерствовать. Там сидит человек, который вот-вот умрет. Вступай в игру, раскрой дело! Бэндрэд! И таки то, что нам показали Дина Томаса, имело смысл. Оказывается, его чуть не убили тем же способом, что и Шолту. Как удачно, что мистер Позер решил рассказать именно эти две истории, что слились в единое дело и продолжились на свадьбе. Или он рассказывал и о куче других дел, которые нам просто не показали. Тогда сколько же длилась-то его речь? Ведь есть урочный час для смерти. Мы должны принять ее, когда она приходит. Должны, но не на свадьбе у Джона! Мне нужна медицинская помощь, вероятно. Как хорошо, что на свадьбе есть врач, да? В чем дело? Что такое? Джонатан Смолл, заменяющий сегодня свадебного фотографа, известен нам как человек-однодневка. Его брат был одним из новобранцев, погибших в той атаке. То есть, никто не обратил внимания на то, как парень подошел к гвардейцу и всадил в него длиннющую спицу? А зачем он это сделал? Ладно, он хотел отомстить Шолту за смерть своего брата, но зачем он шурумурил с девушками? Джонни замыслил совершить возмездие, пообщался с обслугой Шолта и нашел то, что нужно. То есть, все эти девушки прислуга Шолта? Прислуга затворника, как мы понимаем. Затворника, помешанного на безопасности. Он живет уединенно, но с тех пор... Да. Я даже не думала, что он придет. Джон сказал, он самый нелюдимый на свете. Да. Самый нелюдимый? Видимо, это только самые необходимые люди. Садовник. Повар. Я медсестра. Я работаю в охране. Прислуга. Особенно радует девушка-охранник, ведь все мы знаем, что девушки от природы физически сильнее мужчин. Не поймите неправильно, они к тому, что женщины не могут заниматься мужской работой, а к тому, что не все мужчины могут заниматься мужской работой. Если бы я был бы помешанным на своей безопасности моим бахранником, был бы кто-то вот таких габаритов. Джон сказал, он самый нелюдимый на свете. Бедный мужик, он ведь такой затворник. Представляю, как он приходит в свой затворнический особняк и ныряет в свой затворнический бассейн из женщин. Бедняга, как же он одинок. Трудно представить, что он чувствует, когда прикладывает к лицу девушку в костюме подорожника. Джон сказал, он самый нелюдимый на свете. А вообще, я немного запутался, ведь раньше нам говорили... Вы все работаете на одного человека. Не то, нет. На разных людей. А теперь... Пообщался с обслугой Шолта. Девочки, а представьте, если бы мы все недавно встречались с одним и тем же парнем. Ой, ты еще скажи, что мы все одновременно переписываемся тоже с одним и тем же парнем. Еще раз, почему мы обсуждаем мужиков на форуме, а не между собой? Разве это не подозрительно, что у нас у всех было шикарное свидание, после которого нам не перезвонили? Видимо, в этот момент они все не работают на Шолту. Шутка. Хорошо, но я все равно не понимаю, зачем он заколол Дина? И вот он составил план и отрепетировал убийство, проработав все до мельчайших деталей. Репетировал? То есть ты хочешь убить Шолту, потому что он убивает невиновных, и для этого ты убиваешь невиновных? Мне, меня нужно арестовывать, мистер Холмс. Шолта, вот кто истинный убийца. Но это все фигня. Самый важный вопрос. Зачем вы позвали на свадьбу Жерара Депардье в костюме Трампа? Далее Шерлок играет на скрипке для молодожен, и... Боже, я не знаю, что вместо спокойной скрипки слышала эта женщина, но судя по ее реакции, что-то такое. Кстати, я помню, как мои знакомые ставили на паузу момент с нотами, чтобы научиться играть эту музыку. Так что да, если что, это настоящие ноты. Я сегодня еще кое в чем применил дедукцию. Дедукцию? Мэри, думаю, тебе надо сделать тест на беременность. Ну и после объявления, что Мэри беременна, серия заканчивается. Правда, там еще прозвучал очередной ей намек, как обязательный пункт при создании эпизода сериала. Пойдем танцевать, муж. Не волнуйся, Мэри, я его обучил. Да, на Байкер-стрит с закрытыми шторами. Миссис Хатсон нагрянула к нам, не знаю, откуда пошли слухи. Хотя, ладно, это даже засчитывать не хочется, потому что на самом деле сцена получилась предельно милой. И, на такой душевной ноте, эпизод заканчивается. Это определенно неплохая серия, она довольно забавная, но при этом немного расфокусированная. Я думаю, что создатели в какой-то момент осознали, что они пригласили снимать эпизод Нижору Крыжовникова, и у них не хватит комедийного материала про свадьбу на полтора часа, поэтому решили разбавить повествование мини-новеллами. Поскольку это первый эпизод, в авторах сценария которого указаны аж три персоны, то есть не только Моффат с Геттисом, но и Стивен Томпсон, ответственные за самый скучный и самый захватывающий эпизоды. Есть мнение, что они писали три самостоятельных куска, которые потом попытались слепить во что-то более-менее последовательное. Проблема в том, что это поломало темп серии, и переходы получились такими же мягкими, как шлепки кувалдой по лицу. Уследить за мыслью кажется просто невозможным, и всё, что остаётся, это бессильно соглашаться с увиденным. Безусловно, нельзя не похвалить серию за юмор и очень изобретательную визуализацию чертогов разума, однако детективная составляющая всё ещё даёт течь в корабле. Идея со спицей интересная, но выводы Шерлока взялись из ниоткуда, что не особо сочетается с остальными удачными находками эпизода. Ну что ж, айда узнаем, чем этот сезон закончится. Итак, серия начинается с показа медиамагната Магнуса, на котором говорят, мол, какого чёрта вы пытаетесь влиять на политиков? Я не считаю уместным изложение своих приватных бесед. А вы считаете уместным то, что владелец газет, частное лицо, являющееся к тому же иностранным гражданином, столь регулярно общается с нашим премьер-министром? А что, нельзя репти, я ж не знал. Не могли ли какие-то из ваших бесед повлиять на политику правительства? Нет. Вы уверены? У меня отличная память. Да, должен признать, пересматривая повторно, обращаешь внимание, что серия очень ловко даёт разгадку фокуса в самом начале, пока зритель ещё до конца не понимает, что вообще происходит, наделяя шансом самых внимательных из нас предугадать развязку. К слову, это единичный случай, так как данный сериал нечестный детектив. То есть у зрителя практически никогда нет шансов разгадать загадку самостоятельно, мы не видим сцен, где нам подкидывают зацепки или показывают важные детали, чтобы мы попробовали что-то угадать. Нет. Просто, как правило, появляется Шерлок, говорит, что он самый умный и делает выводы из фактов, которые мы не знали. Тут проще просчитать психологию сценариста и угадать, нежели пытаться вглядываться в детали. Мофат, я знаю, что ты делаешь. Ты пытаешься нас обмануть, хитрая ты рожа, пытаешься запудрить мозги, но я на твои уловки не куплюсь. Кубился. В общем, поскольку эта женщина не помешана на своей безопасности и у неё охранник не женщина, к ней умудряется пробраться начинающий косплеер чужого, дабы пошантажировать и немного облизнуть. Никто не может дать ему отпор, никто и не пытается. В Англии нет человека, способного остановить это отвратительное существо. Прошу прощения, я всего лишь водитель, но вы не пробовали снайперов? Разворачиваемся. Куда едем, мэм? На Беккер-стрит. Вы уверены? Мне кажется, те четыре снайпера уже давно там не живут. Далее мы видим, что у Ватсона проблемы. Ему хочется приключений, но ему нельзя, у него жена беременная. Конечно, когда приходит соседка и плачет, что у неё сын, наркоман Джон пытается сделать рывок мужественности, но ему нельзя, у него жена беременная. Так что поездка в наркопритон становится семейной. Антипод счастью является не горе, а скука. Именно поэтому Джон не меньший наркоман, чем Шерл. Так, ну хватит уже, а! Стоп, ты что, только что что-то умное сказал? Я думал, ты очередную глупость ляпнешь. Ладно, допустим. Айзек Уитник, где он? Нет! Ватсон его так легко обезвредил. Наверное, для этого наркоши всё было так быстро, словно его флэш уложил. Доктор Ватсон, вы пришли за май? Думаешь, у меня тут много знакомых? О, привет, Джон. Мистер Лакшери Бомш уверяет, что он работал под прикрытием, а не просто снаркоманился за время медового месяца семейства Ватсонов. Но ему не верят и отвозят провериться у Молли на наличие здоровой челюсти. Это тебе за то, что ты игнорировал меня? А это тебе за то, что ты не игнорировал меня? А это, не знаю, пусть будет на всякий случай. Очевидно, ты этого не заслужил. Нет, это мне за дело. Как ты смеешь губить невероятный талант, дарованный тебе природой? И как ты смеешь придавать любовь друзей? Ты хоть сожалеешь? Сожалею, что твоя помолвка расторгнута, хотя рад отсутствию кольца. Довольно. Аааа, что? Так как это цитата из знака четырёх, смею предположить, что Молли нашла у Шерла в крови наркотики, а вот в сценарии есть даже вырезанная строчка, которая это подтверждает, но почему тогда весь оставшийся день, показанный в серии, Шерлок демонстрирует, что он трезв на голову, и я так и не понял, он под наркотиком или нет? Ты в норме или обкурен? Это трудный вопрос. Если нет, то какого она его лупит, а если да, то при чём тут кольцо и парень? Я не понимать. Прости, ты сам дёрнулся, у тебя растяжение. Знаю, мне её вывернули. Да? Один парень. Наркоман, наверное. Дело в рубашке? Что, прости? Это складки, да? Вскоре герои-любовники замечают, что монтажёр помогает подсказками бомжу тоже, а это знак. Так что не нарекают его второстепенным персонажем и двигаются дальше. Слушай, чтобы мы не теряли время, куда ты всё спрятал? Мы? Мистер Холмс? Проклятье! Что ж, убеждать, что он вовсе не наркош, а попросту был под прикрытием, нужно уже Майкрофта, который устроил на Байкер-стрит полноценный шмон. Что ж, мне разумеется придётся позвонить родителям в Эклахому. Уже не в первый раз твои злоупотребления вносят хаос в их размеренную жизнь. Думаю, когда глава агентства МИ-6 обещает позвонить твоей маме, это крайняя степень угрозы. Как же вы выпутаетесь из этой заварушки, мистер Бон? И я твоей маме позвоню. Бесполезно, мы с ней уже 10 лет не общались. Она не берёт трубки или... Даже на порог не пустила в прошлый раз, говорит, пока я не закончу заниматься злодейством, я не её сын. Ну, а как же мечта, ты пытался ей объяснить, что это призвание? Она никогда меня не понимала, эти чёртовы моралфаги навязали и всякую чушь. Кстати, мы же враги. Что удивительно, Майкрофт готов пойти буквально на всё, дабы не дать мистеру брату начать войну против Магнусона. Майкрофт предпримет все меры предосторожности, например... Ничего не будет делать. Уверен, Шерлок точно послушается твоих предупреждений не лезть в бой. Неразумно, братец мой... Неразумно запугивать меня, когда я под дозой. Да, неразумно запугивать его, когда сценарий писал не ты, а Моффат. Не факт, что под дозой, но очень на то похоже, поскольку вероятность запугать главу агентствами 6 обычным заломом руки вещь крайне сомнительная. Кстати, а вы знали, что Гейтис уговаривал Моффата, чтобы у Майкрофта в зонтике была куча примочек, а-ля как у Джеймса Бонда. А что, было бы забавно. Оказывается, что в комнате, в которую, естественно, никто не заглянул, обыскивая квартиру, находилась Жанин, подружка невесты со свадьбы Ватсона, которая дико бесила и вернулась, чтобы... быть девушкой Шерлока? В смысле, у Шерлока есть девушка, как у нормального человека? В смысле, он с ней заигрывает, и они приглашают Джона в гости чайку попить? Ё-моё, когда я это смотрел в первый раз, у меня на этом моменте случился ментальный шок. Подобного я не то что не ожидал, я офигел просто. Ужин? Что? Какой ужин? Мы с Мэри приглашены к вам. Ты серьёзно? Я только что показал тебе дом, откуда правят миром, а тебя волнует ужин? Я солидарен с Джоном, дома из которых правят миром я уже видел, а Шерлока в вот таких вот отношениях с девушкой ещё нет. Мне тоже куда интереснее второй момент. Дело в том, что это реально что-то свежее на экране, не стандартные кошки-мышки с Ирой Надлер, а Шерлок в абсолютно нормальных отношениях с нормальной женщиной. Позвони мне. Позвоню. Если не встречу кого-нибудь покрасивее. И да, сериал смог меня подловить, хотя идея абсолютно безумная. В смысле, конечно же, это было в оригинале, но там это было упомянуто вскользь, без намёка на шок-эффект. К вам кто-то пришёл, вы не слышали звонок? Но не успела Женин ещё дождаться такси, как в дом врывается мистер злой злодей. Мистер Холмс сказал, что вы можете подняться. Экзотическая танцовщица? Про аэробику слышал, но какая в аэробике экзотика? Если вы смотрели на ютуб... Джон! О, точно, сейчас глянем. Ну, не знаю, мне кажется, тот видос из Хогвартса и то интереснее. Мистер Макнусон, леди Элизабет Смолвуд попросила меня выступить посредником в переговорах с вами. Да, многовато. Так, стоп, у мистера посредника не так много болевых точек, там просто много повторений. И вот интересно, какая, например, болевая точка в собаке Баскервилей или в Мориарти, который мёртв? Или вы просто думали, мы не будем всё это читать? А мы прочитали. То есть, ладно, возможно, покажи ты Шерлоку рисунок собаки Баскервилей, он завизжит и убежит. Но как давить на него при помощи Джима? Ты собирался его шантажировать, грозясь почитать фанфики про Мориарти? В этом заключается твой садизм. Она такая же, как вся квартира? Сэр? Ванная комната. В общем, сериал решает, что давненько он не баловал своего зрителя чем-то мерзким, поэтому Магнус он решает помочиться прямо в камин мистеру «Я живу в гадюшнике», демонстрируя всем свою полную безнаказанность. Но вы знаете, потому что у нас тут подчёркнута современная экранизация, у нас тут тысячи лет эволюции, а мы так и не научились по-другому показывать своё величие. Кстати, почему все говорят, что у Шерлока грязно? Свалку токсичных отходов, которую ты называешь квартирой. Да я настолько чистую хату не мог найти даже с риэлтором. Мужик, ты просто не был в моём городе, там у нас вот такие вот Магнусены гадить в подъездах брезгуют. Чтобы Шерлок не пытался сказать, Магнусен его игнорирует, ибо находится рангом куда выше. Разговор может состояться только между равными людьми, остальные же будут прибегать к уловкам, дабы сымитировать разговор. Пока что Шерлок не сделал ничего, что доказало бы, что он равен Магнусену. Стоп, ты что, начал цитировать умные книги? Хм, ты подозрительный. Ты так уверен, что я пойду? Пора встряхнуться, Джон. Ты набрал три кило с тех пор, как женился. Велосипед не поможет. Вообще-то всего два. Мы с Мэри считаем, что три. Вечером друзья пытаются проникнуть в офис Магнусена, и я ума не приложу, зачем Шерлок потащил за собой Джона. В оригинале он его наоборот отговаривал, то есть это вот вообще не тот случай, когда можно просто пощекотать себе нервы. Тут вы идёте против самого опасного в Европе манипулятора. Доктор уж вроде нельзя, у него жена беременная. Шерлок, ты с ума сошёл? Что ты делаешь? Итак, выясняется, что Джанин – это секретарша Магнусена, и Шерлок пытается проникнуть к тому в кабинет под предлогом сделать ей предложение. Но, минуточку, если Магнусен настолько умён и коварен, что не повёлся даже на наркоманистость мистера «Я работал под прикрытием», то как он не заметил, что Джанин давно уже в тесном контакте с невестой Ватсона, и уже месяц тусуется у Шерлока? Но даже если предположить, что он всё это знал, какого чёрта у него секретарша такая обычная? Вы понимаете, она – секретарь величайшего в Европе кукловода и манипулятора. Она должна быть, мягко говоря, в курсе его делишек, она должна быть его правой рукой. У секретарш всегда ушки на макушке. Они знают буквально всё. Но она даже не выглядит настолько тупой, чтобы вообще себе не отдавать отчёт в том, что они делают. И вот этот нюанс несоответствия её персонажа не даёт мне покоя. Господи, Шерлок, она тебя любит. Да, как я и сказал, человеческий фактор. Но что ты ей скажешь? Что наши отношения были лишь предлогом, чтобы проникнуть в офис её босса. Думаю, после этого она меня бросит. Но это ты у нас эксперт по женщинам. В любом случае, в любое время, неважно кто, каждый мужчина имеет шанс вскружить голову любой женщине. Важно найти подход. Проникнув в офис, они обнаруживают, что Джанин и охранника кто-то вырубил. Благо, здесь нет камер слежения. Представляете, если бы у Магнуса была привычка ковыряться в пупочке Джанин перед уходом? Вот тогда вот эти камеры, это вообще не то, что ему нужно. У Джанин получилось как-то раз. Какие смешные звуки она издавала. Вы делаете это, чтобы оградить его от правды. Но разве он бы этого хотел? Вам бы следовало сменить парфюм, Леди Смолвуд. Это не Леди Смолвуд, мистер Холмс. Мэри оказывается наёмной убийцей, которая хотела убить Магнусона. Почему-то именно в этот вечер и время. Знаете, мне пора бы начать цитировать этот сериал. Что мы говорим о совпадениях? Вселенная в редких случаях ленива. Что означает? Злой умысел. Всё это наводит на размышления о... Убийце. Да, если вы видите совпадение, это может значить только одно. Убийство. Или сбой в матрице. Ну тут как повезёт. Тем не менее, Мэри стреляет в Шерлока. И, судя по лицу второго, он считает такое поведение немножко неуместным. А мы начинаем получать жизненный урок номер два. Что если пуля не прошла на вылет, то надо упасть на спину, чтобы не истечь кровью. Ты должен упасть на спину. Сейчас пуля как пробка в бутылке. Сама пуля тебя спасает от потери крови. Но любое воздействие на рану может её сместить. Когда ты на спине, гравитация работает на нас. Довольно полезный сериал. Вот только у меня вопрос. Я просто интересуюсь. А вот если в меня выстрелили и пуля прошла на вылет, тогда всё равно на какую сторону падать? По идее, в любом случае лучше падать на спину, чтобы не стоять и не размышлять. Ведь это тупо, если бы тебя выстрелили, а ты такой стоишь и вспоминаешь. Что тебе в Шерлоке рассказывали? Так, если пуля вам нет, то надо на живот падать или наоборот? Я не помню, мистер-убийца, мы можем с вами быстренько загуглить? Тут важный момент. Размер временной пульсирующей полости небольшой. Боковой удар минимален. Ты стоишь неподвижно, пуля входит в тело. Нам нужно решить, как именно ты должен упасть. Шерлок попадает в чертоги разума, где сначала думает умереть, но потом решает выжить не ради родины, не ради рейтингов, но ради Джона. Надо сказать, что сюжетный поворот с Мэрией и вот этот вот визуальный преподок сериала при первом просмотре впечатляют, но когда ты начинаешь об этом задумываться, понимаешь, что это несколько притянуто за уши. Но визуально... Так кто там был режиссёр? Ник? Ник, ты делаешь мне хорошо. Мистер-ловец-пуль просыпается в больничной палате, где его встречает Джанин. Я покупаю коттедж. Я разбогатела на вас, мистер, и при этом отомстила. Разве не здорово? А где коттедж? В графстве Суссекс. Там у монахов с вампирами отвязные вечеринки. В любом случае будет интереснее, чем в этом сериале дальше. И вот тут у нас есть вырезанная сцена, где Магнусон приходит в палату к Шерлоку, чтобы исполнить мечту всех девочек-фанаток этого шоу. Магнусон-релатис. Я буду руки твои целовать. Я рад, что этой сцены нет в сериале. Не просто потому, что это тупо, и мы уже уяснили, что Магнусон мерзкий, но и потому, что в четвёртый раз за серию ему пересекаться с Шерлоком просто нет необходимости. Это немного разрушает ореол его недоступности. Шерлок. Не говори, Джон. Что ж, мистер, я могу всем разболтать, кто меня подстрелил, сбегает из больницы, и Мэри бежит его искать, обгоняя полицейских. Эммм, учитывая опыт прошлых серий, вы искали его в лаборатории, смотрели в его комнате, а то мы знаем, как вы хорошо умеете искать. Неудивительно, что даже беременная женщина справилась с этой задачей лучше полиции. Первое правило поисков Шерлока Холмса, он сам вас найдёт. Естественно, Шерлок подрядил целую команду, чтобы произвести впечатление на Мэри. Он не думал, кстати, заняться постановкой различных шоу, придумывать конкурсы на праздники, организовывать мероприятия. Мне кажется, он преуспел бы в этом. Но сами посудите, он попросил Наркошу дать ей блютуз для общения, затем кто-то из его команды включил вовремя проектор для пущего эффекта. Хотя было бы забавно, если бы, как это обычно бывает, в самый ответственный момент кто-то запустил на проекторе что-то не то, или Windows решил установить свои чёртовые обновления. Извините, больная тема. Прости, никогда не могу стоять перед дешёвыми эффектами. Я всё думаю, что если бы отношения с Джанин оказались бы не просто дразниловкой, Шерлок реально мог бы быть креативным ухажёром. Попытку сделать предложение. На воздушном шаре он разыгрывает нападение русских, рядом взрывается самолёт, они прыгают с парашютом, падают в океан, и там их спасает подводная лодка, где уже накрыт столик на двоих. А Джанин такая... Шарри, ты становишься таким предсказуемым. Вот когда я очнулась в морге, и меня неделю пытались убедить, что вокруг зомби было веселее. С расстояния менее двух метров ты меня не убила. Это был не промах. Это была хирургия. Да, да, конечно, всё так и было. Никто тебя не хотел пристрелить. О чём ты вообще? Я не понимаю. Мэри признаётся, что она очень меткий стрелок, и специально стреляла в Шерлока так, чтобы он выжил. Хотя он бы умер, если бы не стал держаться ради Джона. Так вот, а стреляла она, потому что они ей помешали убить Магнусона, и так бы подозрения упали на них. Хотя она всё равно могла бы убить Магнусона, натянуть маску и попытаться их вывести оттуда незаметно. Она же как-то проникла в это здание. Или даже ещё проще, убивает Магнусона и вырубает Шерлока с Джоном. Полиция приезжает, и Шерлок с Ватсоном уже вне подозрения, потому что они тоже были обезврежены убийцей. А если возникнет вопрос по поводу незаконного проникновения, то у Шерлока даже кольцо с собой было, и Джанин подтверждает, что он как ухажёр хотел сделать ей сюрприз, никакого криминала. Хотя странно, что она его к себе впустила, если Магнусон был на рабочем месте. Хотя ладно, про кольцо, наверное, Мари не знала, но всё-таки выстрелить в Шерлока это довольно тупо. Особенно в живот. Он же тебе не Пушкин, ты могла выстрелить в плечо, например. Но важно не это, а то, что Шерлок вынудил Мэри признаться, кто она при Джоне. Это кукла. Довольно примитивный фокус. Что ж, прости, фокус не так уж примитивен. И это умелое травестирование лейтмотивов рассказа «Пустой дом» приводит в восторг. Да, хоть кто-то заметил и обыграл созвучие фамилии Моррон и Морстон. Знаете, у меня двоякое ощущение от здешней интерпретации Мэри. С одной стороны, они опять предприняли попытку надругаться над культурным наследием, не особо заботясь о том, прообразом кого, скорее всего, этот персонаж являлся в оригинале. С другой стороны, они и не заявляют, что это та самая Мэри. Мэри Морстон действительно родилась в октябре 72-го. Её могила находится на кладбище в Чизвике, где пять лет назад ты похитила её имя, дату рождения, а значит, её личность. К тому же, серия приводит довольно убедительные доводы в пользу того, почему это имеет смысл и почему именно такая интерпретация персонажа будет уместна и в безумии данного конкретного сериала. У тебя аномальная тяга к риску и всему, что с ним связано. Так что ж удивительного в том, что женщина, которую ты полюбил, вписывается в эту схему? Но в ней не было ничего такого. Почему она такая? Потому что ты её выбрал. Это фиаско, братан! Да, они вроде как и не надругались над той самой Мэри, однако заявили, что для Ватсона, человека способного и, наверное, даже жаждущего убивать, лучшей спутницей жизни будет наёмная убийца. Так ты была убийцей. Невероятно, как я мог не увидеть. Ты это видел и женился на мне. Так что ты решил? Я хочу развестись. В общем, если подытожить моё отношение к персонажу Мэри, то, учитывая обаятельную актёрскую игру актрисы, я скажу... Вы там в своём уме?! Повторюсь, она не солдат, как Джон, не спецагент, который защищает родину. Она наёмная убийца! Или эта социальная группа как-то приветствует сообществом? Какого чёрта меня сейчас скручивают защитники прав женщин? Затем действие резко переносится на Рождество, которое по какой-то причине Майкрофт с Шерлоком встречают у своих родителей. Боже, право, ещё только два часа? Мне кажется, Рождество длится уже неделю. Почему ещё только два часа? Ах, время тянется невыносимо медленно. Я уже успел почитать журнал, проверить почту, трижды покурил, вздремнул. А прошло всего пять минут. А чтобы вечеринка не была скучной, туда ещё позвали наркомана и семейство Ватсонов. И если вы, как и я, в этот момент всеми силами пытались понять, как у таких обычных людей появились такие экстраординарные детишки, серия даёт нам подсказку. То есть увлечение наукой может сделать из ваших детей супермозговитых социопатов? Блин, я-то думал, что они в детстве упали в чан с какой-то ерундой, что повышает интеллект, а оно вон оно как. Слышал, что мы задействуем лишь 20% нашего мозга? С помощью этого ты задействуешь весь свой мозг. Как ты не понимаешь, сериал не рекомендует беременным перед сном читать научные труды, потому что под напором поступающих в голову женщины знаний в её голове не остаётся места тараканам, и они бегут прямиком в голову ребёнка. Это важный социальный комментарий. Сделаю вид, что я этого не слышал. В общем, как мы выясняем, Джон только сейчас, с момента, как узнал, что его жена не та, за кого себя выдавала, решил заговорить с Мэри. Серьёзно? Месяц молчания, мы сделаем это здесь, сегодня. Я бы мог простить, что ты не так им притворялась. Наверное, я смог бы простить даже измену, но ты стреляла... в Шерлока. Мэри говорит, что есть флешка, на которой вся информация о ней. Но, естественно, никто открывать флешку не собирается, потому как создатели не придумали пока предысторию Мэри. Что это? Мои инициалы. Здесь всё о моём прошлом. Если ты меня любишь, не читай прям. Прочитав, ты меня разлюбишь. Предлагаю сыграть в суперигру. Отгадай, имя по инициалам. Итак, буква А. Крутим барабан. Это Анджела. Ну, конечно, Анджела. Кто сказал Аманда? Уведите отсюда этого сумасшедшего. Вы посмотрите на это личико. Ну, конечно же, это Анджелка перед нами. Вторая буква Г. Григорьевна или Геннадьевна? Вот в чём вопрос. Возможно, нам стоит обратиться к Шекспиру. Может, Гамлетовна? Ну, тут, безусловно, фамилия. И раз Агра сама по себе является отсылкой, то тут тоже нужна отсылка. Пусть будет Гарик. Ладно, далее она сама говорит, что Р это Розамунд, но остаётся буква А. Думаю, это отчество. Пусть будет благородное и величественное отчество Акакьевна. Я понимаю, что, возможно, она опять брешет, но если она брешет, то что мешает мне называть её Анджелой Гарик Розамунд Акакьевной? Акакьевной. Проблемы твоего прошлого – это твоё дело. Но всё, что касается твоего будущего – моя прерогатива. Еее, пусть весь дом провоняется пластмассой, вот это будет праздник. Ты даже не знаешь моего имени. Мэри Ватсон тебе подойдёт? Да. Наверное, Джон хотел бы с ней поссориться, но ему нельзя, у него жена беременная. Никто не умеет ругаться. Хоть школу открывай. И вдруг внезапно все в доме вырубаются. Оказывается, что мистер, любящий сын, опоил снотворным всех, кроме Ватсона, дабы забрать у Майкрофта ноутбук и отдать его Магнусену. Что ты решил строить? Сделку с дьяволом. Я полагал, вы в больнице? Я и есть в больнице. Это столовая. Знаете, когда я смотрел эту сцену в первый раз, я был уверен, что Шерлок и впрямь сказал, чтобы его отвезли поесть в кафе. Ну, в принципе, это в его стиле. Но сейчас мне кажется, что этот диалог произошёл по телефону, а эта сцена находится в чертогах разума Шерлока, Вас выдаёт ваш мёртвый взгляд. Вы читаете. Портативный Эпплдор. Как они работают? Встроенная флешкарта? Беспроводная 4G? Это всего лишь обычные очки. Да. Именно. Будьте прокляты, VR-технологии, что работают по скану сетчатки! А, вот и транспорт. Ты взял пистолет, который просил. Зачем брать пистолет в дом твоих родителей на рождественский ужин? Он в пальто? Да. Тогда пошли. Тьф, почему Ватсон такой предсказуемый? Мне кажется, даже его самого это раздражает. Сетевые детективы прилетают на хату к обсыкателю каминов и... О, так это были вы. Да, конечно. Ну, поглядите, как вы всполошились из-за Джона Ватсона. Ваша принцесса оказалась в беде. Так вот, кто засунул Ватсона в костёр! Ну, наконец-то! Спасибо, Шерлок, что не забыл расследовать это дело, ведь ты был так озабочен безопасностью друга. А этот мужик с Apple Juice в стакане нанял хорошего оператора. Смотрите, при ночной съёмке всё так хорошо видно, картинка не шумит, звук отменный, можно подумать, что там в толпе случайно затесалась съёмочная команда со студийным светом и киношными камерами. И как-то их не заметили. Мистер Чёрный Плащ готов продать брата взамен на то, что Магнусон отдаст весь компромат на Мэри и отведёт его в Эпплдор. Ну, я уверен, что в этом ноутбуке... Установлен GPS-локатор. К этому моменту ваш брат уже заметил кражу. И агенты службы безопасности скоро будут здесь. Явившись, они обнаружат здесь ноутбук со сверхсекретными данными. Вы это знаете, но не сможете это остановить. Так почему же я улыбаюсь? Ла-ка-лут. И вот мы выясняем, что за заветной дверью находится... Эпплджек? Ну, и где же вход в подвалы? Подвалы? Какие подвалы? Ладно, на самом деле довольно умно, что вся библиотека с секретными документами находилась в чертогах разума Магнусона. Это же гениаль дно. Неужели ты не видишь подтекстом? Шерлока впервые по-настоящему победили исключительно его же методом. К тому же, это поднимает тему семьи. Действие происходит в самый семейный праздник, Рождеством. В финале прошлого сезона Шерлок обыграл Мориарти, потому что действовал вместе с братом, но, отринув свою кровинку, он проиграл. Эта сцена говорит нам, что мы нуждаемся в родных людях, которые заботятся о нас, и мы должны их ценить. Значит, никаких документов у вас нет? Ну, время от времени я что-то добываю в случае необходимости, но в основном просто запоминаю. Но доказать-то вы ничего не можете. Доказать? Да зачем мне это, болван? Я сам создаю новости. Мне незачем что-то доказывать, достаточно напечатать. Нам не нужны доказательства. Мы на телевидении. Магнусон, конечно, поражает тем, насколько его персонаж получился правдоподобным в современных реалиях, но как же он падла бесит. На фоне этого гениального мнемоника, Милвертон из Книг-Дойля выглядит просто рядовым салагой. Вытяните шею вперед, подставьте мне лицо. Можно? Щелкнуть вас по лицу. Джон, я знаю, кого Мэри убила. Знаю, где найти людей, которые ее ненавидят. Ах ты хрень, беложопая, втащи ему в адсан, мы тебя все поймем, просто взрыви ему по лицу. Я расслаблен. Я себя полностью контролирую. Я против насилия. Это всего лишь выдуманные персонажи. Я не буду больше проявлять агрессию. Больше никакого негатива. Так, погоди, ты что, его застрелил? Вау, не, ну это уже перебор. То есть Шерлок типа такой, если я не могу обхитрить говнюка, просто пристрелю его, чтобы не бесил. Ладно, эту сцену мы обсудим в следующий раз, а пока что прилетает Майкрофт и арестовывает Шерлока, после чего мы видим очередной косяк переводчиков. Во все времена нам будет нужен Шерлок Холмс. Если вами сейчас движут родственные чувства, мистер Холмс... Что за абсурд? Мне не свойственно приливы братского милосердия, Вы знаете, что случилось с другим братом. То есть понятное дело, что в оригинале Other One специально не имеет половой принадлежности, оставляя интригу, говорит Майкрофт о мужчине или о женщине. И, наверное, было бы уместно адаптировать эту фразу, как «Вы же помните, что случилось в прошлый раз?» Ну, или что-то в этом духе, но дублятором виднее. Здравствуйте, мистер Моффетт, у нас тут возник вопросик. Что вы имели в виду, говоря Other One? Просто мы тут всем первым каналом переживаем за качество перевода и хотим все локализовать наилучшим образом. Что он сказал? Не знаю. Что значит «не знаю»? Ты же переводчик, у нас кто-нибудь в отделе знает английский? Тут пацан какой-то приходит, помогает нам текст на видео накладывать, он знает. Google-переводчик говорит, что Ever – это всегда, а Систер – это сестра. Всегда сестра получается? Почему «всегда»? Это отсылка на то, что, возможно, раньше она была не сестрой? Значит, она когда-то была братом, а сейчас всегда сестра. Значит, это брат, сменивший пол. Это же элементарно, он говорит о брате. Это Шерлока не элементарно, в элементарно все как раз гораздо проще. Спасибо, мистер Мофф, а до всего доброго. Ладно, давайте начу вашей брата или сестра. Мистер облажался по полной и отправляют на невыполнимую миссию, что означает «смертный приговор». А также мы узнаем полное имя Шерлока. Уильям Шерлок, Скотт Холмс. Что? Мое полное имя. Вы же выбираете имя для ребенка? Ну, то, что он Скотт, это мы давно уже знали, но то, что он еще и Уилли, это повод для шуток. Восточный ветер, ужасная сила, сметающая все на своем пути. Это были самые лучшие времена, Джон. Однако, прежде чем Уилли успевает куда-то улететь, появляется сообщение от Мориарти. Соскручились, Пап? Соскручились, Пап? Соскручились, Пап? Минутка. Чисто отсылочек. Детектив Скуп, угадайте, что по поводу этой серии скажет и Котика? Думаю, он скажет, что ему понравилось и обратит внимание, что все три серии нового сезона были с Дианы в разных жанрах. Пародия на Джеймса Бонда, ситком и политический триллер. А я думаю, он скажет, что вы оба можете оказаться геями. Нет, ну это уже перебор. Скуби, хватай его! Скуби-дюби-дю! И на этом сезон заканчивается. Мне кажется, здесь явно форма преобладает над содержанием, и создателей уже начинает заносить на поворотах. Тебе никого это не напоминает, Мэри? Только фасад. Слишком сильно начало чувствоваться самолюбование сериала, хотя нельзя не похвалить их за юмор, и за то, насколько красиво и со вкусом авторы умеют подавать даже полнейший бред. Но это выглядит уже не как попытка переосмыслить Дойль, а как попытка переосмыслить два предыдущих сезона. Вероятно, именно в третьем сезоне шоу свернуло с правильного курса. После того, что Стивен Томпсон выдал сценарий Рейхенбаггского водопада, я считаю просто издевательством отступать. Я имею в виду, что мы даже со всеми фанатскими теориями не получили ответов и на половину вопросов, возникающих при просмотре той серии. В третьем сезоне создателям следовало бы идти дальше, несмотря на возможную вычурность и безумие изначальных планов. Мне кажется, они должны были превратить сериал в головоломку, испещренную незаметными плюшками, по которым можно узнать дополнительную историю персонажей и их прошлого, постепенно объясняя и распутывая уже образовавшийся небольшой клубок основной загадки. Сериал Шерлок один из немногих, который дал зрителям домашнюю работу и не стал ее проверять, заявив Эээ, знаете, на самом деле мы передумали, забудьте ту невероятную историю, мы решили, что хотим сделать лощеный сериальчик про дурошлепство крутого мэна. Это то же самое, что сказать, видите вот эту деталь? Да, рассмотрите поближе, видите? Ах, хотя не важно. То есть, например, вот эта вот не вошедшая сцена с рукопожатием разве не рифмуется с уже ранее виденной нами странной закономерностью, на которой сделали акцент? Мне кажется, в изначальном плане за Мариарти стоял кто-то другой. Мне кажется, Майкрофт мог бы стать отрицательным персонажем. Мне кажется, Эвер не была кукловодом Мариарти и находилась отнюдь не в заперти. Возможно, и сам Мариарти мог оказаться не злодеем. Мне кажется, нас лишили напряженного триллера с головокружительными ребусами и спорной концепцией, которая могла бы стать самой смелой экранизацией работ Дойля. Возможно, получилось бы еще хуже, а возможно, куда интереснее выдавливание из себя бытовых сюжетов в сеттинге современного Шерлока. Этого мы уже не узнаем никогда. Да, я понял, что вы решили двигаться в сторону исследования внутренней драмы Шерлока и того, как он постепенно превращается из вычислительной машины в человека, который способен все больше ошибаться благодаря эмоциям. Я понял. Шерлок Холмс великий человек. И я думаю, что однажды он станет и понятным. Ну, он великий человек, сэр. Больше, чем великий. Он хороший человек. Нам показали, что жизнь не остановилась, когда он исчез, и упущенного времени уже не вернуть. Судьбы людей стали развиваться отдельно от него, да и Шерлок начинает терять форму, его непогрешимость выводов начинает давать сбой, и теперь он все чаще терпит фиаско. Возможно, он стареет, а может быть, ошибки – это как раз-таки признак в нем человека. Здесь есть некоторая драма осознания своего одиночества и тому подобное, но, ребят, посмотрите туда, у вас был огромный аттракцион, гипермаркет возможностей, а вы выбрали вот эту вот скучную качельку изучения экзистенциальных страданий с перерывами на шуточки про блевотину? Серьезно? Я имею в виду, что мне не нравятся интонации шоу и то, что оно абсолютно бестолково распоряжается изумительными инструментами в своем арсенале. Я не знаю, сериал в третьем сезоне начинает уже просто утомлять, потому что он выглядит как нечто крутое, но не является чем-то крутым. Сериал лишь строит из себя интеллектуальное зрелище, коим он планировал быть изначально, но за ширмой сочной съемки остроумных диалогов и ошеломительной музыки скрывается лишь желание угодить своим фанатам, и не более. Я думаю, что мы живем в интересное время, когда авторы близки со своей аудиторией как никогда прежде и способны прислушаться ко всем ее прихотям. Что с одной стороны кажется плюсом, а с другой уже получается не видение пары людей с идеей, а какое-то прям народное творчество. Проблема такого подхода в парадоксе, ведь зритель на самом деле не хочет того, что он хочет. Зрителя необходимо удивлять, а для этого нужно быть на шаг впереди. То есть у шоу есть элементы истории, в которые было бы любопытно углубиться, но сериал предпочитает лишь показушничать. Думаю, теперь создатели сериала скажут «Господи, какому-то Ильюше не понравилось то, что мы сделали, прям спать не могли, так важно его мнение». Каким же образом персонажи попадут в викторианскую эпоху в следующей серии, мы узнаем когда-нибудь завтра. А сейчас всем пока! И да, в этом обзоре я спрятал 7 секретов, попробуйте их найти. Вы же научились у Шерлока дедукции? Твоему террору пришел конец, ничосей! Если бы не этот мерзкий детишка и его собака, у меня бы все получилось. Куби, давай узнаем, кто был под маской все это время! Крауч Холмс? Ну, конечно! Но зачем ты все это делал? А это мы узнаем в следующем обзоре. Ну, или котика поступит как создатели Шерлока, и мы не узнаем вообще ничего. До новых встреч!